Микс Ньюс Давайте напишем историю вместе Прекрасная юность Поиски правды Взбывшиеся надежды И данные обещания Флэшмобы в Фейсбуке И случаи из нашей жизни В студии Радио Болтком По пятницам в 3 часа В программе Очевидец Добрый день, уважаемые радиослушатели Сегодня у нас просто очень увлекательная тема И прекрасный гость, вернее гостья Ее зовут Наталья Кетнер Это краевед Автор уже, наверное, более 10 книг Да, Наташа? Именно так Да, мы с Наташей давно знакомы Поэтому, скорее всего, будем на «ты» Чтобы вы не смущались Я воспитанная девочка И Наташа тоже И сегодня мы говорим о новинке Книжной новинке Которая буквально представлена Несколько, наверное, недель назад Или даже пару Называется эта новинка «Кто вы, барон Альфонс» И по этому поводу Наташа уже встречалась С читателями И давала несколько интервью И вот одно из таких интервью Наверное, сегодня произойдет История буквально Ну, детективная И соединяет в себе Как художественный домысел Так и реальные факты И реальных персонажей Причем персонажи эти такие Что любой читатель Наверное, сразу же Заинтересуется И схватится Не за голову А за книгу Потому что тут фигурируют Такие фамилии Как Маннергейм Как Галич Как Брешков-Брешковский И так далее И началось все С объявления В газете В газете За 1938 год Которую Которая Наташа Буквально привела Как фотокопию В этой книге В предисловии В самом начале В предисловии В самом начале Объявление такое Все новые и новые загадки О несметных богатствах Графа Левенштерна Рождение Вайспуты Превращение из баронов В графы Политическая активность Забота о бывших невестах Загадочные пакеты С драгоценностями И вот это все Касается одного И того же человека И так Как пошла Раскручиваться Вот эта история Расскажите, Наташа Почему вас Взволновала эта тема Почему вы увидели В ней потенциал И какие следующие шаги Подвигли к тому Чтобы эту историю Расследовать Ну, само собой Уже закрутился сюжет Только от одного Ну, не объявления А это был такой Громкий заголовок статьи Это весна 1938 года Это была не оригинальная статья Латвийской прессы А это была перепечатка Шведских газет В двух словах В рождественский сочельник 1937 года В таком городке Шведском Хельсинбурге При загадочных обстоятельствах Умирает Барон, граф Но не Альфонс еще А граф Флост Причем это богатый человек Но почему-то он живет в гостинице Он умер в гостиничном номере Никого не было И когда полиция стала Раскручивать это ЧП Это происшествие То оказалось, что в гостиничном номере Хранится несколько паспортов Причем на разные имена Пакеты с драгоценностями Причем там и сапфиры, изумруды И так далее Множество мешочков с мелочью Подписанные И иероглифами Какими-то таинственными знаками Помимо всего этого Еще и документы На немецком И других языках И еще было найдено Завещание Правда не подписанное В этом завещании Было упомянуты Три дамы Никому-нибудь Ни родственникам Ни детям Ни жене Ни там каким-то Братьям-сестрам А именно Трем дамам Конечно Шведская полиция Вот эти самые Бывшие невесты Да Именно так Шведская полиция Сразу же Взялась за расследование И выяснила Что этот граф Лост На самом деле Барон Альфонс Андреас Левенштен Из Айспута Из Латвии Из Курляндии Ну естественно Так же как сейчас Если у нас Случится Где-нибудь там За границей Какое-то такое Происшествие То Латвийская пресса За него ухватится Запестрела Заголовками Громкими И в общем-то Пошло Поехало Было таких Статей По большому счету Немного Две или три Я конечно Их все нашла Помимо этого Потом когда уже Я стала раскручивать Это только русская пресса Интересовалась Или латышская тоже В основном Латышская Сначала я не видела Что русская пресса Печатала эту историю Или Информировала Об этой истории Я нашла ее Потом уже Когда я уже Плотно засела За эту историю Где-то через года Два-три Вообще Это расследование Наверное уже будет Пятый или шестой год Когда вот Первый раз Я увидела Эту заметку Прошло уже Достаточно много Времени И за это время Было много-много Интересных событий И совпадений И так далее И вообще Я уже говорила Что Эта история Она как бы Упала мне на голову И потом Кто-то невидимой рукой Вел И соединял Абсолютно Как будто бы Несвязанные факты Несвязанные факты И потом я поняла Что у меня все Как бы Пазл к пазлу Сложился И получилась Очень интересная история Но чтобы ее рассказать Надо было Соединить все И журналистское Журналистское расследование Чисто документальное И художественную публицистику Потому что Все это Всех свести вместе Но Возвращаясь Вот К началу этой истории И Я в национальной библиотеке Прочитала вообще всю Не только В оцифрованном виде Но и В бумажном В бумажном В натуре Все журналы 1938 года Конкретно Журнал для вас Почему именно Этот журнал Вы Избрали Как источник Вдохновения Потому что 1938 год Очень интересный год Уже буквально Полтора-два года До начала В общем-то Второй мировой войны Ну Латвия же Жила спокойно Вот как мы сейчас Ну Знаем Так сказать Из общественного пространства Тут было Золотое время Ульманиса Все катались На велосипедах Красивые дамы Гуляли по городу Вот И был мир Значит Тишь, гладь И Божья благодать Люся Именно так Казалось бы Все Даже вот как сейчас Мы живем Все А каждый из нас Чувствует напряжение И Есть какое-то Причувствие Каких-то В общем-то Не очень-то Хороших событий Даже сегодняшний день Может принести Не очень-то Веселые новости И тогда тоже В 38-й год Он очень был Знаменательный И люди Также Жили уже В предчувствии И это Отражено Именно в художественно-публицистической части Как бы казалось Что все еще хорошо Но уже Что-то Наступает Назревает Назревает Да И В этом мне помог И сам Брешко-Брешковский А Брешко-Брешковский Возник у нас Совершенно Как бы Неожиданно И возник он Не как Реальный Участник события Как фигура Которую Вы привнесли С точки зрения Писательской В эту историю Я могла просто ограничиться Очерком Или маленькой повестью Чисто документальные факты Причем Шведский архив Из города Эребро Архив Вист или Архивариус Карл Магнус Лингрен Который уже В нашем веке 2004 году Опубликовал Новую статью Об этом же Левенштерне Об этом же Левенштерне В 1938 году Было Две-три статьи В латышской прессе Одна в русской И только спустя Чуть ли не сто лет В нашем веке Вот этот Журналист Точнее Архивист Лингрен Лингрен Его заинтересовала Сговорящая фамилия Да Сговорящая Его заинтересовала Эта история Он опубликовал Своё Как бы Расследование По тем Архивам Которые он нашёл У себя В своём отделении Это были полицейские Архивы Или какие-то другие Это были городские Архивы Городские архивы А какой след Человек Который приехал В Швецию И жил в гостинице Мог оставить В городских архивах А этому посвящена Практически всему Этому посвящена Вторая часть книги Ну Возвращаясь к началу Брешко-Брешковскому Как я уже сказала Я могла просто Опубликовать Повесть Повесть Статью Даже очерк ограничится Но я Так как Я увлеклась Вообще Метим публикацией 1938 года Меня заинтересовал Брешко-Брешковский Потому что На то время Он был Скажем так Внештатным корреспондентом Рижского журнала Для вас А Брешко-Брешковский Расскажите Нашим слушателям Это знаменитый На то время Писатель И как его называли Король шпионских детективов И Журнал для вас Каждый номер Это шпионский детектив Каждый номер Плюс Вот эти Репортажи О светской жизни В Париже Взаимосвязь Парижа и Риги И мне это Показалось Швеции Зимой 37-го Пока там Расследование Суть до дела И Редактор Дает задание Приезжай И расследуй Это дело Потому что Ты умеешь Тебя Вся Россия Вся Россия Считает Королем Шпионских детективов Ты сможешь Это дело Раскрутить И Красиво Представить Конечно Мне Сама личность Брешковского Заинтересовала Я Прочла Несколько Произведений Одно Произведение Ремесло Сатаны Ну это Вообще Песня Оказалось Оказалось Что на самом Деле Он не Просто писатель Он военный Корреспондент И в 14-м году Он участвовал В боях Первой мировой войны В Курземе А конкретно Выбивал немцев Из имения Априкен А это Имение Фельдмаршала Маннергейма Когда я Изучила Вот это его Детектив Ремесло Сатаны Я поняла Вообще Потом уже Два раза Этим летом Я была в этом Имении У меня наладились Очень хорошие Связи с этим Краеведческим Музеем Априкен Который там Сделан Да Там есть Экспозиция Маннергейму И Я поняла Что он Он не привирал Он один в один Описал Как все Выглядело Вот эта Столовая Эти камины Эти подвалы А сюжет Этого Шпионского Его детектива Ремесло Сатаны В том Что Питерская Барышня Случайно Услышала Разговор Секреты Но ее не убивают Ее просто берут В заложники Нет Не в заложники Ее просто Ввозят В имение Априкен Сюда К нам В Латвию И заточают В подвале В подвал Ну фактически Заложники И в плен И когда Я второй раз Этим летом Была В Априкене А мы С этим музеем И с конкретно Сайной Цермана Который руководит Вот эти Экспозиции И живет там Подружились Мы подружились И для меня Было В общем-то Приятный сюрприз Я Мы приезжаем Со мной Были еще Друзья Знакомые Айна Рассказывает Показывает Спускаемся В подвал И в подвале Уже Восстановлена Якобы Литературная Как бы Сцена Она восстановлена В этих подвалах Кроватка Там Подушечка Маленькие окошки Решетка Вот такие молодцы Сразу Молодцы Это появилась Легенда уже Появилась легенда И новая экспозиция Причем Помимо того Что Брешковский Описал Вот эти бои Причем они Очень интересны Этот очерк Я его привела Практически полностью Он опубликовал Это в журнале Нива В 15-го Года Как раз В разгар Военных действий Это очень интересно И много фактов Приводится Ну вот И Само имение Маннергейма Вот эта история Вообще По большому счету Когда я Изучила Эту историю Вообще Ход мировой истории Мог Пойти Совсем по-другому Если Маннергейм Успешно Был Занимался Хозяйством Потому что Был бы помещиком Был бы помещик Потому что Его богатая супруга На которой он женился По расчету Она Это был свадебный подарок А он же был В общем Помешан на лошадях Он хотел сделать Конезавод Он хотел в Европу Поставлять Карпов Пруды Выкопал А там то все и было В этом Африке Ну вот А ничего ему не пошло Ничего И Помимо того Анастасия стала Закатывать ему Безумные истерики И в конце концов Семейная жизнь Не сложилась Анастасия Арапова Да И она Все Доходы от имения В конце концов Отняла То есть это была Месть ревнивой жены Ну он то и давал А не поводы для ревности Он был большой волокита Ну красавец Наш Маннергейм Когда еще был Адъютантом При Королевском дворе И кавалергардом То есть Эта история такая О нем Очень цветистая Может быть Поэтому У меня очерк В этой книге вошел Исторический очерк Именно О перипетиях Семейной жизни Анастасии Араповой Маннергейма Но в итоге Если читать Или прочтут Там еще тянется Много-много Персонажей Ниточек Ниточек И знаменитых фамилий Знаменитых фамилий Как я уже сказала В Ригу приехал Брешковский Это по сюжету Вашей книге По сюжету, да В принципе Все, что Идет по ходу сюжета Там нет Каких-то Больших выдумок Потому что Просто внедренные персонажи В какую-то Конгу Их встречает Опять же Реальный персонаж Андрей Задонский Тоже певец Курляндии И опять все совпало Его супруга Из Айспуты Поэтому Ну уж кому-кому Не повезти Парижских гостей В Айспуты Откуда якобы Происходил Вот этот самый Левенштерн И вот они приходят В синагогу местную Встречаются Там С местным жителем Которым открывает Первое Первое Реальное Реальное имя Вот этого Нашего персонажа То есть на самом деле Он Причем Был Левенштерн Нет Ни рижская пресса Тогда Ни шведская Она не открывала Его настоящего имя Его настоящее имя Открыла я Помимо этого То есть в рижской прессе Он Нет Подождите То есть он умер Как Барона Альфонс Андреа Сливенштерн Нет Вначале В полицейской хронике Другая фамилия Фигурировала Граф оф лост Да Это он жил Только в гостинице Под этим Он себя так записал В эту гостиничную То есть по одному Из паспортов Как я сказала У него было там Несколько паспортов Он был и флост И причем Персонаж Ну Просто снимай кино Голливуд Это кстати мысль Если нас кто-то слушает Да Кто интересуется кино Вот пожалуйста вам сюжетик Да еще какой красавец Он на обложке Потом можно будет показать Это старинная реклама Пива И потом Вот сюда на камеру Показывайте Франт Прекрасно одевался В общем-то Ну если три невесты было То Он Наверное Как Маннергея Упользовался успехом Женщин Ну не зря он Свое завещание Поделил между Тремя дамами А какие это дамы Ладно я закончу Историю про Брешковского Хорошо Приходят приезжают Брешковские в Айспуте Вместе с Андреем Андрей Задонский Выступает В этой первой части Как экскурсовод Как гид И показывает Ригу И в общем-то Это еще одна цель Моей книги Рассказать О Риге того времени О Риге Латвии того времени О Курляндии Об истории Айспута Которую мы мало знаем И Открыть новые страницы Знаменитого Замка Яунмоку А Андрей И с Яунмокским замком Это было связано тоже? Люся Там много чего еще связано Да Наверное Если мне дадут время Я могу часами Три-четыре часа Рассказывать О всех этих интересных персонажах Хорошо Если мы не успеем Мы продолжим в следующий раз Потому что Истории Совершенно фантастических Очень много Так вот В синагоге Они встречают местного жителя Который Проливает свет На истинное происхождение Барона Левенштерна Да Барон Левенштерн Но естественно Это уже Сразу Как только я увидела Эту историю Загуглила Левенштерны Но они у меня все равно На услугу всегда были Фамилия эта знаменитая Особенно у нас Левенштерна Левенштерна Первый Два самых знаменитых Левенштерна Это Владимир Иванович Владимир Иванович Левенштерн Который родился В имении Разик В Эстонии Совсем недалеко Его брат Родной брат Тоже Известный персонаж Легендарный персонаж Но о нем тоже мало знает И не помнят Это участник В принципе от Левляндии Наш соотечественник даже Первой российской Кругосветной экспедиции Под руководством Адмирала Крузенштерна А Разик Находится совсем рядом С Границей Нет С имением Крузенштерна Крузенштерн Он из Эстонии Ну то есть это все Аздейские немцы Которые Именно Жили российскому престолу Уже в это время Естественно После присоединения Левляндии Курляндии К России Я приоткрою уже Немножко интригу И здесь В Риге Они расследуют Следы Проживает ли Кто-то из Левенштерна Здесь в Латвии Но Когда они уже Вайспыд понимает Что Левенштерн Уже на 90% Это не Левенштерн Что это фамилия Поддельная Как в общем-то Его вся Загадочная жизнь Но Для меня Вот эта линия Левенштерна В настоящих Показалась Очень интересной Поэтому очерки О них Я в эту книгу Оставила Потому что Владимир Иванович Левенштерн Ну это адъютант Его превосходительства Барклая Барклая де Толли И в принципе Его подвиг Забытый Вот приезжал Один российский Историк Как-то Культурная линия Он как раз Упоминал Левенштерна Об этом И говорил Что о нем Забыли А я как раз Сидела И слушала Нет А я его Помню А я его помню И об этом пишу А какой подвиг Совершил Это битва При Бородино И его Проявленный Героизм И в общем-то Битва За батарею Раевска В общем-то Она стала Ключевой В битве За Бородино И в ней Участвовал Левенштерн Да Он был ранен При этой битве Что касается Его родного брата Ермолая Левенштерна Вот эта Кругосветка Опять же Малоизвестный Факт На кораблях Два корабля Нева И Надежда Которые отправились В первую Российскую Кругосветку Был Граф Рязанов Ну прообраз Вернее Истинный Граф Рязанов По поводу Катаря Потом был снят Делал пьеса Юнона Он В этом Спектакле Или рок-опере Он Очень романтичный В общем-то Симпатичный Герой На самом деле Рязанов Был Очень нехороший Человек И 200 лет В Тарту Пролежали Дневники Ермолая Левенштерна Которые Только Последние годы Были переведены И вытащены На свет А сделал это Потомок Крузенштерна Алексей Крузенштерн Со своей командой Я в прошлом году То есть Потомок Крузенштерна Опубликовал Дневники Ермолая Левенштерна Вот так Да А где же они лежали В каком-то архиве В Тартусском архиве И от потомков Крузенштерна У меня Они подарили Эту книгу Причем В прошлом Осень Я встречалась С ними И я поняла Что и про Ермолая Будет очерк А там еще И Аляска И тайны продажи Аляски Потому что Первую Кругосветку Организовала Русско-американская Компания Которая Вообще-то Занималась Освоением Аляски Ну не только Аляски Но и западного Вообще Вот этого Побережья Дальневосточного Да Ну и главная заслуга Американского Континента Главная заслуга Русско-американская Компания Это организация Вот этой Фактории Экспедиции Которая А дальше Мы Переходим От Аляски Уже К Адмиралу Старку Это опять Как бы Продолжение Морской Темы Это следующий Очень интересный Очерк Адмирал Старк Возник В общем-то У меня После поездки В Харбин Китай Это соотечественники Там Многие помнят Еще Потому что Многие Кто бежал Из Владивостока Из Владивостока В 22-м году Уезжали На кораблях Под руководством Старка На Несколько кораблях 10 тысяч Беженцев В неизвестность Они уехали Это Потрясающая История Очень Трагическая И мне Захотелось О Старке Тоже Рассказать Это еще Один Очерк Причем Его супруга Из Виндовы Развозова Елизавета Развозова А где же он С ней познакомился? Здесь На Балтике То есть он здесь Служил еще До Первой Мировой войны Что ли Или как Он здесь Оказался? Ну не совсем Он женился На вдове Своего друга Ну это Отдельная история Ну и в общем-то Переходим Мы уже Так Звучную фамилию Левенштерн Наш герой Альфонс Который Возможно Даже и не Альфонс Присвоил Потому что Он был на самом деле Не Левенштерн А Левенштерн Левенштерн Как его звали На самом деле Можно будет Прочесть в книге Сохраню интригу Ну так вот Так он все-таки Был уроженец Айспута Реально Да Ну а Имение Левенштернов Соответственно Находилось На границе Или прямо В самой Эстонии То есть За много километров До этого От Айспута Наш Альфонс Левенштерн Который на самом деле Не Левенштерн Но он здесь Активно путешествовал По Латвии Причем Уже открою Одну интригу Кто его был Кто его была Одной из первых Первых романов И та женщина Которой он завещал Треть своего состояния Это Нелли Унгенштенберг Это Дочь хозяина Замка Яунмоку Вот как Вот как И Эта история Ну это баронский род Унгернов Который Кстати Связан Познавательное чтение Наташа Скажите Пожалуйста А вот Что Нынешнему Молодому Человеку Там Или Нашему Современнику Может дать Вот эта Эта история Что Какая Сверхзадача Решалась При создании Этой книги Во-первых Кроме Множества Интереснейших Фактов Это Конечно И вообще Повод задуматься В принципе Эта книга Она Может быть Почвой Для Обсуждений Размышлений И в общем-то Больших Споров Между Теми Кто Прочел Эту книгу Кстати Говоря Один Из первых Отликов Который Мне Пришел Был Такой Моя Мама Читает Эту Книгу И Все Время Мне Цитирует Фразы Ложиться Поздно Все Читает И Читает И Просила Передать Большое Спасибо Ее Нельзя Прочесть Эту Книгу Так Как Легенький Детектив Там В принципе Придется Останавливаться И перескакивать Потому что Когда Казалось бы Вот Прочтете Очерк О Левенштерне И Забыли Казалось бы Что он Не имеет Отношения А потом В итоге Получается Что нет Все взаимосвязано Все взаимосвязано Надо вернуться И прочесть А Как же Так Получилось Как он Дошел до жизни Такое Мы можем Предложить Нашим радиослушателям Звонить В студию 672-12-93-9 672-13-93-9 Задавать вопросы Натальи Кетнера По поводу Этой книги И других Ее трудов Которые Касались Исследования Разных Малоизвестных Страниц Латвийской Истории Итак Давайте Вернемся К нашему Повествованию Брешко-Брешковский Попадает В айспуты Узнает Настоящее имя Этого персонажа Который Оставил После себя Сокровище Как там Дальше Развивались События То есть Куда вело Расследование Брешко-Брешковского В принципе Я не буду Открывать Интригу К чему оно Привело Но там Получается Откуда деньги Открытый финал Да То есть Брешковскому Так как Я оставила Реальный финал 38-го года Ни одна газета Реально так И не Открыла Его тайну Настоящую Тайну Этого Левенштерна Да Там были Описаны Его Романы Вкратце Кто он На самом деле Что он Из айспуты И Был факт Такой Что В принципе Начиналось Все в Москве Он из айспуты 15-летним Мальчиком Приехал В Москву И устроился Почему здесь Реклама пива Он Начинал Свою карьеру Как Агент По продаже Хмеля И Принадлежности Для пивоварения С этого Он начинал Как Просто А как он Разбогател А вот это Все время Вопрос Задает Друг Другу Персонажи И Брежковский Даже в книге Там есть Такая Цитата Я Не понимаю Да Или как Так он Говорит Я Разбогател За счет Своих Книг В принципе Почему Эти два Персонажа И реальный Барон Левенштерн И в общем-то Брежковский Они два Главных Персонажа Потому что Их судьбы Очень похожи Но я опять же Не буду Сохраню интригу Читатели Сами поймут Почему Их судьбы Похожи Могу только Сказать Что они Оба Начинали С самых Низов Они И один И другой Приехали В столице И Начинали С самой Черной Работы Если Брежковский Там Работал На табачной Фабрике А Альфонс Торговал Хмелем Да Они Оба Были Талантливые И Очень Умные И Очень Сообразительные Молодые Люди Причем Они Оба Начинали Журналистики Тоже Мне Это Очень Понравилось И Тот И Другой Начали Писать Если Альфонс Он Печатался И уже Под конец Жизни Он Печатался Только Я опять же Не скажу В какой Инпрессии Печатался Но А Брежковский Разбогател На своих Книгах Причем Интересные Факты Тоже Мало Об этом Знают Он Самый Первый Кинодраматург России Самый Первый Он писал Сценарий Немок Фильмов Фильмов Да И Один Один Фильмов Который Меня Заинтересовал Конечно Я Его Не Видела Ни В Каких Архивах Но Где-то Он Существует Называлась Дикая Дивизия Это О Кавказском Воинстве Выходцев С Кавказа Их Сначала Не Призывали На службу Но Эта Дикая Дивизия Была Создана И Вот Этой Дивизии Была Посвящена Дивизия Пришков Одна Из Тем Этой Книги Это Иммиграция То есть Бегство Русских Людей Через Владивосток Через Западные Границы Шанхай, Карпин И так далее То есть Какую роль Эта Категория Людей Играла В довоенной Латвии Какая Какие Отголоски Жизни Этих Людей Нашли Отражение В книге Ну Во-первых Это Литературные Труды Во-вторых Их Деятельность В общем-то Чем Занимался Брешковский Ну ладно И открой И финал Его жизни Во время Второй Мировой Войны Герой В общем-то Первой Мировой Войны Он имел Награды За свой Героизм За свою Смелость Воевал Против Немцев Здесь Влад На Курзимских Фронтах И во время Второй Второй Мировой Войны Он идет Служить Немцам В отдел Пропаганды Гибельса Как это Может быть Ну так Бывало И ответ И ответ Не он Первый Не он Последний И ответ И ответ Дает Расследование Документальное Расследование Второй Части Хотя Опять же Об этом Можно спорить Много И Нельзя В общем-то Поставить Точку В этой Истории Потому что Многие Документы Были Уничтожены И в принципе Я понимаю Почему Больше Не расследовалось Это дело Потому что Это становилось Опасным Для меня Открытие Вообще Работы Над этой Книгой Стало Осознание Того Насколько Вот эта Видимая Красивая Жизнь Она Это была Иллюзия Потому что Уже все Накручивалось Еще с Первой Мировой Войны Эти Деятельности Оздейских Баронов Эти попытки Создать Здесь В общем-то Протекторат Протекторат Да И Я просто Поразила Уже Даже на Пару Произведений Брежковского Где он Изображал В обилии Изображал Шпионов И вообще Этим шпионам Были посвящены Множество Множество Публикаций В рижском Журнале Для вас Это Шпион на шпионе Шпионом Погоняет То есть Эти шпионы Реально Существовали Реально Существовали И Сейчас Опять же Как я уже сказала Можно Обсуждать Эту книгу И Домысливать Был ли Брежковский Двойным Агентом Если он Так много Или просто Шпионом Немецким Если он так Много писал О шпионах И в таких Подробностях И кстати Говоря В ремесле Сатаны Который Я уже упоминала В его Произведении Главный Герой Он в один В один Списан С Маннергейма Один В один Ну Кстати Говоря Если Говорить О шпионах То Да Реально Конечно Разведки Не Сидели Спасла Жаруки И Эта Вербовка Происходила Во всех Направлениях И Как говорится На территории Латвии И там На территории Европы На территории Советского Союза Очевидно Эти действия Происходили Поэтому Ну Те Там Процессы Поиски Разоблачения Шпионов Которые Происходили И которые Мы может быть Лучше знаем Потому что Это отразилось В эпохе 30-х годов На Советской Истории Они Реально Имеют Под собой Подоплеку Почву И Наверное Еще ждут Каких-то Своих историков То есть Вот Те материалы Которые Вам удалось Получить Из шведского Архива Они проливают Свет Именно на эту Часть Деятельности Вашего героя Да Именно так Проливают Причем Вот эти Материалы Которые Были присланы Из Швеции И Пару Зацепок Они позволили Откопать В общем-то Совершенно Уникальную Историю Может быть Сенсационную Это Деятельность Шведской Секретной Полувоенной Организации На территории Латвии? Нет В Швеции На которую Из которой Работал Наш Альфонс Левенштерн Который На самом деле Не Левенштерн И вот Эта История Она На многое Что проливает Свет И Здесь Надо Внимательно Просто читать Герои Вашей книги Нашли ли Они Мир Нашли ли Они Счастье Вот В своих Жизненных Путях После того Как Распалась Российская Империя Они оказались Волею Судя Выброшены За ее пределы Ну Ну Кстати говоря Вот Финал Конечно Очень печальный 38 Год Приезжает Брешковский Он встречается Не только С Андреем Задонским Но еще С Юрием Галичем Который Сослуживец Маннергейма Это очерк О нем Тоже вошел И его Юбилейная Статья О нем Тоже вошла В эту книгу Там все Переплетается Опять же И Адмирал Старк И Маннергейм И Все Судьба Очень печальная Брешковский Погибает В 43 Году Во время Бомбардировки Берлина Галич Как известно Ему приписывают Кстати Авторство Этой знаменитой Песни Это я обыграла Это я обыграла Это я обыграла В финале Первой части Ну Захотелось Хотя Доказательств Об этом нет Галич Кончает Жить самоубийством Перед повторным Допросом Вызовом На допрос В НКВД 41 40-й год И в 41-м году Андрей Задонский Так как он По Линии жены Репатриируется В Германии И на оккупированных Там еще Германии Польских землях Он там погибает То есть И эта книга О том Что люди Жили Встречались Любили Хотели Любить Жить Творить Писать Книги Но время Было Неумолимо Но Было ли уже Предчувствие Ну конечно Было Это я попыталась Показать И через 2-3 года Их не стало Ну спрятаться Было негде Наверное Можно так сказать Пытались Я так думаю Что Вот И опять же Там такой же вопрос И вот эта Светская дама Которая одна из главных героинь Она именно в этих Пречувствиях и живет Я чувствую Что что-то произойдет Ну куда бежать Куда спасаться Куда ехать Где можно найти А все это нарастало И Брешковский Он ходил как раз На суды Над Певицей Плевицкой В Париже Был такой громкий случай Когда выкрали Белого генерала Миллера И За это ее осудили Потому что она погибла А Она с Ригой Ее имя с Ригой Тоже связано Потому что Она вышла за Танцора Эдмунда Плевицкого Который здесь Именно в 38-м году Здесь работал И жил Но они уже были в разводе В тот момент Много знаменитых имен Самое интересное Латвия внесла Оказывается В мировую историю Да И Мировую историю Еще Брешковский Рассказал просто Потрясающий очерк В одной из его публикаций Я его Обработала Донесла Еще несколько фактов Это Моисей Гинсбург Кто это Гинсбург морской У нас все Он взял на работу Одного Персонажа Который в общем-то Ну тоже был шпион В общем эту интригу Вы раскрыли Я ее раскрыла И она опять же Серьезно повлияла На ход Русско-японской войны Что мне показалось Примечательным В этой книге Конкретной Это то Что Она снабжена Таким Довольно подробным Глоссарием И ссылками То есть Вы Не просто упоминаете Каких-то лиц А вы Даете о них Краткие сведения То есть Ну Это не вполне Так сказать Художественная литература Это что-то среднее Между Художественной литературой И документальным Повествованием Потому что В нем присутствуют Ссылки на источники В которых Содержится Вот Истинная правда О Излагаемых событиях Поэтому Кого-то заинтересует Допустим Судьба Владимира Ливенштерна Можно Зайти И Прочитать Первоисточники Или Про Моисея Гинсбурга Информации мало Но Углубиться Или скажем Еще один персонаж Которого Я упомянула Это Митрополит Евлогий Который имел Переписку С нашим Анным Помером И были Очень тесные Связи Духовной Семинарии Рижской Духовной Семинарии Парижского Богословского Института Я была В прошлом году В доме Русского Зарубежья И кстати Оттуда Очень много Таких интересных Подмеченных Фактов Именно Иммиграции Как жили в Париже Там потрясающие В общем-то Экспозиции Музей Посвященный Это в Москве? В Москве Да Вот оттуда Тоже Был взят Материал И Есть Вот эта И православная Линия Потому что 1938 год Это тоже Юбилейная Дата Крещения Руси Ну Я думаю Что Вот Один из таких Смыслов Который Несет Эта книга Это Возможность Посмотреть На Историю Латвии На Географию Латвии Немножко С другой Стороны Ну Например Отправиться В тот же Яунмукский Замок Или отправиться В тот же Имение Африка Посмотреть На эту Экспозицию Которую С таким Энтузиазмом Подхватили Местные Люди Да И Это очень Приятно Что Ну В этой Истории Нету Какого-то Идеологического Подтекста А люди С интересом Вовлекаются В В исследование В это Погружение В Слои Жизни Давно Ужедшие От нас Вот именно Люсь Нет там Моего Авторского Отношения К персонажам Абсолютно Нет Это Чисто Факты И История Потому что Персонажи Так же Я не могу Оценить Сейчас Брешковского И Зайклеймить Что вот он Служил В конторе Геббельса Я не знаю Реально А может быть Он как Наш разведчик Там служил Кто его знает Сейчас это Это поднимать Архивы Чтобы это Все это узнать И кстати Говорят Да Эта книга И выполняет Эту миссию Потому что С этой книгой Можно идти И найти И дома Где жила Вот эта Нелли Унгенштерн Первая любовь Нашего оборона Найти этот дом Вот здесь он Недалеко На Элизабетас В общем Можно делать Такой квест И гулять И познавать И подмечать детали Ну в общем Те дети Туристического бизнеса Которые немножко Приуныли Ввиду того Что полеты Во многие страны Стали недоступными Они могут Ухватиться Вот за эту книгу Купить ее Ну наверное В магазине Полярис Или где они еще Ну или как-то Меня найти На социальной сети На писатель И идти на Италию Кетнеры И использовать Это как источник Вдохновения Для того Чтобы работать Здесь В Латвии Предлагать людям Интересные Познавательные Маршруты И Вовлекать их В Нашу историю Которая Просто Изобилует Различными Интересными Фактами И Головокружительными Судьбами И так В программе Очевидец Сегодня была Краевед и писатель Наталья Кетнера Программу Провела Людмила Прибыльская И звукорежиссер Студии Родион Золотарев Всего вам доброго До следующей встречи